МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот, казалось бы, тема. Как в Гонконге устроить хороший большой пикничок? Ну, или банкетик. Всё очень просто. Недаром люди в Китае давно уже научились есть не только пельмени. Хотя пельмени, говорят, придумали китайцы. Они научились жрать всё подряд, включая насекомых. И тут прекрасная у меня есть мысль. Вот хочешь организовать в лесу пикник с китайцами? Приходишь, видишь муравейник. Берёшь, аккуратненько туда ливанул спиртику, ливанул маслица для вкуса подсолнечного, поджёг муравейник, подождал нужное количество времени, потушил, и можно есть. Ребята, готово, всё, налетай. Ребята прибегают и палочками выедают из муравейника самое вкусное. Как ещё можно устроить то же самое? Пикник по-китайски смотрим в нашем сюжете. Николай – постоянный участник проекта «Найди себе работу». Программа «Галилео» отправила юношу в Гонконг. В одном из самых красивых городов Азии молодой человек должен трудоустроиться и освоить новую профессию. Коля уже пробовал себя в качестве хаус-кипера и водителя такси в одном из самых дорогих отелей Гонконга. Сегодня безработный должен пройти очередное испытание. Николай посетит самый экзотический морской рынок. Овладеет техникой азиатского тесака. И узнает, как приготовить курицу под тремя соусами всего за пять минут. «Надо работать пожалеем». Сегодня Коля познакомится с одной из самых сложных и престижных профессий в Китае. Это второй день путешествия по Азии. Наш герой пытается устроиться на очередную работу и сейчас спешит на встречу со своим будущим наставником – шеф-поваром гонконгского ресторана. Мастер назначил Коле встречу на одном из местных рынков. Здесь нашему герою предстоит пройти первое испытание – выбрать продукты для традиционных китайских блюд. На рынке Гонконга продают всё, что ползает, бегает, летает и плавает. Также здесь огромный выбор фруктов и овощей. В Китае их не развозят по магазинам, чтобы не хранить на складах, а продают сразу, едва собрав урожай. Это необычный овощ. То ли гриб, то ли яблоко, я не знаю. Жёлтый, жёлтый. Как будто закисло уже. На некоторых плодах действительно заметны плесень и гниль. Это не признак испорченности, а степень спелости, при которой китайцы употребляют фрукты и овощи в пищу. Наш герой никогда не видел и уж тем более не пробовал такой экзотики. Это вообще, я не знаю, что это. Похоже на дыню. Колючие. Очень колючие. Этот колючий фрукт называется дуриан. Он тоже продаётся гнилым. Его мякоть источает запах испорченного сыра, лука и скипидара одновременно. Из-за зловонной особенности дуриан запрещено вносить в отели и общественный транспорт. Жду наставника. Жду повара. А вот и наставник Николая, Вильям. Здравствуйте. Здравствуйте. Вильям, последователь и хранитель секретов самой уважаемой профессии в Китае. Кунг-фу-повар. Боевыми искусствами он не владеет. Кунг-фу значит лучший в своём деле. Итак, мастер и ученик отправляются за продуктами. Для своих блюд Вильям покупает их только на рынке. Сейчас будем покупать мясо. Рыба, рыба. Морепродукты в Гонконге продаются живыми. Их привозят на рынок спустя всего час после отлова. Продукты все живые. Крабов, моллюсков и рыбу не выкладывают на лёд или в морозильные камеры. Морепродукты плавают на виду покупателей в огромных проточных аквариумах. В самых высоких аквариумах обитает крупная рыба. В средних – крабы. В самых маленьких резервуарах живут креветки и гребешки. Аквариумы соединены сложной системой из труб, по которым вода постоянно циркулирует, перетекая из больших ёмкостей в маленькие. Компрессоры наполняют резервуары кислородом и создают искусственное течение. Проточная вода не цветёт, поэтому обитатели аквариумов до момента продажи живут в ней как в естественной среде. Нет, такой не годится. Вильям не одобряет выбор ученика. Покупать стоит не самых больших крабов, а тех, что с толстым брюхом и длинными клешнями. В них больше мяса. Очень опасно. Да, очень хорошо. Они же могут кусаться. Своей клешнёй краб может запросто сломать покупателю палец. Однако клешни сильны только на сжатие. Если связать конечности краба ниткой, он не сможет разжать клешню и освободиться. Спустя всего 10 минут кунг-фу повар Вильям купил несколько крупных мясистых крабов, пять устриц и морского ежа, потратив на морепродукты всего 100 гонконгских долларов, что составляет 400 российских рублей. Теперь кунг-фу повар и его новой подмастерье должны выбрать курицу. На рынках Гонконга не встретить свежего мяса. А караков или куриного филе здесь также не купить. Куриц продают только живыми, а мясо слегка подвялено. Они там тут живую убивают. Готовят живую, потом продают. Пойдём? Пойдём. Всё, что мы купили, теперь нужно приготовить. Итак, продукты закуплены. Вильям и Николай отправляются на кухню ресторана. Нашим героям стоит поторопиться. Гонконг не похож ни на один мегаполис. Здесь азиатские традиции переплетаются с европейским образом жизни. Гонконг – третий финансовый центр мира. Сюда ежедневно прибывают десятки делегаций со всей планеты. Как раз для одной из таких деловых делегаций кунг-фу повар и его русский ученик должны организовать традиционный китайский банкет. Вместо разделочной доски кунг-фу-мастер использует колоду – массивный дубовый пень. Эта древесина крепкая, но не смолистая. Николай получает первое задание на кухне – разделать тушку курицы. Вильям показывает Коле, как работать широким тесаком. Китайские повара используют на кухне только такие ножи. Чтобы правильно разделать стушку, её нужно не резать, а рубить. Удары ножом наносят не по костям, а по суставам. Тогда кусочки получаются ровными, а кости – без острых краёв. Теперь я. Ну, попробуй. Сначала вот так, да? Нет. Страшно за свои пальцы. Опытный повар разделывает курицу за минуту. А вот Коля строение куриного скелета не знает. Для него что кость, что сустав – всё одно. Да и страх мешает работе. Я сам боюсь, что пальцы отрубят. Мясо в Гонконге готовят большими кусками. Слишком мелко нарезанные продукты трудно брать палочками. На очереди живой краб. Повар разделывает его одним движением. Он ломает панцирь ножом, а затем быстро снимает. Николаю предстоит сейчас проделать то же самое. Я очень люблю животных, мне очень жалко. Коля хватается за нож, но приступить к разделке не может. Ему страшно за свои пальцы, но ещё страшнее за жизнь краба. Кажется, ещё немного, и Вильям прогонит нашего героя с кухни. Это здесь, Лиза? Прости меня, Господи. Я же убил его. Без посторонней помощи начинающий повар кое-как, но всё-таки разделывает крабов. У него ещё мозги шевелятся, я выскребаю здесь. Хорошо? Всё, окей? Можно сказать, что ты справился. Согласно китайским представлениям о настоящей пище, еда должна быть живой в прямом смысле слова. Последний штрих – разделка клешни. Мясо из них не вынимают. Панцирь лишь слегка дробят тыльной частью ножа. Он говорит, надо пить чуть-чуть, чтобы везде тут по всей кухне не отвалялось. С разделкой мяса к обеду покончено. Колоду зачищают ножом. Древесину скребут лезвием, чтобы убрать частички еды. И только после этого разделочный пень отправляется в мойку. На кухне китайского ресторана нет ни печи, ни плиты, ни духовки. Николай растерян. Где же Вильям собирается готовить обед? Ну, что же ты стоишь? Подходи к плите. Это мощная газовая горелка. У неё всего лишь одна конфорка, на которую ставят китайскую глубокую сковороду ВОК. Благодаря конусообразной форме она моментально прогревается до очень высокой температуры. Поэтому на обжаривание пищи требуется не больше пяти минут. Масло, масло наливаю. Для приготовления блюд в ВОКе используют кукурузное масло. Любое другое на ней быстро закипает и начинает гореть. Краба, обсыпанного мукой, опускают в разогретое масло. Второй важный ингредиент – имбирь. Он придаёт блюду специфический аромат и вкус. Не проходит и минуты, как Вильям снимает блюдо с огня. Теперь в сковороду вкладывают клешни краба и овощи. Специи и овощи также оперативно обжаривают с добавлением белого вина и бульона. Много говорит, не надо. И главный ингредиент, без которого обходится редкое китайское блюдо. Это суевый соус сейчас. Немного соуса и краб готов. За пять минут Николай под руководством кунг-фу повара приготовил жареного краба. Попробуйте, попробуйте, как вам? Попробуйте, вкусно ли? Да. Да, это очень вкусно. Кажется, Вильям доволен работой своего русского ученика. Но хвалить подмастерье пока рано. Впереди ещё одно блюдо. И приготовить его Николай должен самостоятельно.